История идей Я ее ведущий Анатолий Черняев Сегодня у нас в гостях Алла Григорьевна Глинчикова Здравствуйте Кандидат философских наук Старший научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук Заместитель директора Института глобализации и социальных движений Автор двух монографий Получивших достаточно широкий общественный резонанс Вот в частности за книгу «Раскол» Если я не ошибаюсь Вас даже наградил глава Русской старообрядческой церкви Я очень рад вас видеть В нашей студии, Алла Поговорим мы сегодня с вами О пути России в современность Об отношениях России И эпохи модерна Вообще эта тема модерна Модернизации Она для нас такая, я бы сказал, сакраментальная И сейчас Программа модернизации является Приоритетной государственной программой Об этом постоянно говорят чиновники Всех уровней, начиная с самого высшего И если мы обратим свой взор в нашу историю То мы увидим, что последние лет так Как минимум 400 Россия, можно сказать, только и делает, что занимается модернизацией Но тем не менее, почему-то ВОЗ и ныне там С чем же это связано? Я вот хочу начать с проблемы Все-таки, что такое модерн и модернизация Одно ли это тоже? Можно ли прийти в состояние модерна путем модернизации? Ведь западные страны, с которых мы берем пример В данном вопросе Мы все время подражаем Вот Петр Первый подражал там голландцам, англичанам Потом были в моде французы, немцы и так далее Сейчас там подражаем американцам Еще кому-то Вот это бесконечное подражание Но те, кому мы подражаем Они-то никому не подражали Они просто жили своей жизнью, развивались Шли своим путем, так сказать Тождественна ли модернизация Вот такой вот подражательной вестернизации И, соответственно, можно ли дать определение модерна Которое будет универсальным, применимым ко всем странам Или в разных странах, в разных культурах и цивилизациях Этот процесс протекает по-разному Вы знаете, да Существует такое представление о том Что специфика России И специфика российского развития Связана с тем, что она, в отличие, скажем, от европейских стран Постоянно, ну, по крайней мере, начиная с эпохи Романовых С 17 века Ориентируется на какой-то образец Который находится вне ее И пытается догнать этот образец Пытается внедрить этот образец у себя Что это особенность России Это и так, и не так Это не совсем так Потому что мы просто забываем о том Что когда эпоха современности Или эпоха модерна Это одно и то же, так сказать Используется понятие современность Для обозначения понятия модерн В социальном, политическом плане Мы забываем о том Что когда она начиналась И в самой Европе Она начиналась не одновременно Во всех европейских государствах И были страны, которые находились на первом Первые эшелоны, скажем так Становления модерна Современности И когда, скажем, Англия Осуществляет вот этот процесс Изначальной трансформации В ходе английской революции И последующих затем процессов То для Франции Англия выступает как Запад И Англия выступает как образец В определенном смысле И сразу рождается та самая проблема Которая затем и в России возникает Проблема одновременно С одной стороны необходимости Как-то адаптироваться к этому образцу Потому что видно, что этот образец Несет определенные экономические Военные преимущества И проблема одновременно защититься От этого образца И найти в своем теле В своем пространстве Своей культуры, своей истории Своей экономики Какие-то свои собственные Формы Реагирования вот на этот вызов Внешний вызов современности Вспомним Монтескье Для него Англия выступает как Запад А Франция как Восток В определенном смысле По мере того, как Франция Входит в систему модерн И осуществляет трансформацию В ходе окончательно В ходе французской Великой французской революции И уже Франция становится вызовом Для других стран В частности Германии Стран, которые находятся к востоку Или к югу от нее Уже для Германии Франция выступает в качестве С одной стороны образца Мы помним, что республиканская Франция Это образец А с другой стороны В качестве угрозы То есть и здесь возникает то, что У нас получило название Вот этого противостояния Западников и славянофилов И во Франции И в Германии тоже Романтики, которые Начинают говорить о том Что мы должны Войти вот в эту систему В новую систему На основании каких-то своих Национальных особенностей У нас будет другой модерн Говоря современным языком И те, кто говорят Что мы должны Тем не менее Перенять какие-то Очень важные элементы Очень важные черты Поэтому Россия здесь Вестернизация Это не проблема Только России Вестернизация Это проблема Связанная с тем Что эпоха современности Или эпоха модерна Не наступает одновременно Она В силу неравномерности Общих геополитических особенностей Неравномерности развития социума Она поступательно Как бы движется Развивается И поэтому Все страны Сталкиваются Все регионы Сталкиваются И как с проблемой Вестернизации Так и с проблемой Модернизации Поскольку с запада Идет этот Феномен Модернизации Поэтому Вестернизация Модернизация Всегда идут Бок о бок И всегда Они вызывают Порождают Вот эти две Противоположные Концепции Реакции Да Тенденции Как реагировать Как осуществлять Модернизацию Понятно Вот Такой напрашивается вопрос Все-таки Почему мы Оперируем Именно этим понятием Модерн Ведь эту Современную эпоху Ее описывали При помощи разных терминов И новое время И капитализм И всевозможные Существуют Попытки Как-то ее определить Вот Модерн В общем-то Это понятие На мой взгляд Менее емкое Потому что В нем не содержится Никакой Оно само по себе Не содержит Никакой характеристики Никакого определения Это просто Как бы маркировка Модерн Ну современность Да Вот почему вы Предпочитаете Именно его С одной стороны Существует мода У нас В России Да и не только В России Была мода Использовать понятие Модерн Постмодерн Постмодернизм Я не принадлежу К числу тех авторов Которые легко Как бы Перенимают Какие-то термины Просто потому Что это модно Просто потому Что это выглядит Современно Я Достаточно поздно Стала использовать Термин модерн Я долго Пользовалась Понятиями Капитализм Когда уже Многие отказались От этого понятия Индустриальное общество Использовала понятие Пытаясь анализировать Те процессы Которые протекают В России И кризис Индустриального общества Но Я пришла К понятию К использованию Понятия Модерн С необходимостью То есть Это было необходимость Оно было необходимо Для понимания Тех процессов Которые Протекают Сегодня Почему В чем Необходимость Перехода Почему Мне недостаточно Было понятие Капитализм Почему Мне недостаточно Было понятие Новое время Для того Чтобы понять На каком этапе Сегодня Находится Россия И Кризис Чего мы Переживаем Сегодня Вот на современном Этапе Я объясню Дело Все в том Что Та система Которая у нас Сложилась После Революции Так называемая Система Социализма И Капитализма Эта система Она Ее невозможно Было понять Причина ее Кризиса И причина ее Возникновения Невозможно было понять Исключительно Исходя из Скажем Экономических Каких-то показателей Ведь когда мы Говорим капитализм Социализм Мы всегда Используем В качестве Критерия Отличия Тип Отношения Собственности Тип Производственных Отношений Вот если мы Посмотрим на Социализм И капитализм То вроде бы Производственные Отношения Были Очень похожи Очень близкие Но Кризис Который у нас Произошел И у нас И на западе Примерно в одно И то же время 60-е 80-е годы Это кризис Был какой-то Общий кризис Для обоих систем То есть В кризис Впало Какое-то Более широкое Пространство А в чем Составил кризис Запада Потому что Вот сейчас Да Действительно Многие говорят О закате Капитализма Закате Запада Наконец-то Вот Но в 60-е 80-е Ну да Там были Какие-то Молодежные Волнения Насколько я помню Но вот О каком-то Таком глобальном Системном Кризисе Все-таки Мне кажется Речь еще не шла При всем Различии Нашим Так сказать Если посмотреть На отношения Собственности И особенно Юридические формы Собственности Различия Конечно Есть существенные Но если посмотреть На такие моменты Как Например Наличие Отчуждения Наличие Эксплуатации Такие моменты Как Механизм Использования Рабочей силы Вот Эти моменты Они в общем-то Очень похожи В чем состоял кризис Кризис состоял в том Что Тот тип отношений Который был И у нас И на Западе Это были отношения Которые В основе которых Лежало производство Продуктов Ну скажем так В основном Продуктов Нетворческого труда То есть конечно Продукты творческого труда Производились Но Большая часть общества И в целом Общество Была направлена Деятельность общества Была направлена На производство продуктов Нетворческого труда Продуктов Для непосредственного Потребления Тех продуктов Которые могут Принимать форму товаров По мере развития Технологического развития Научно-технического развития Общество Уже в 60-е В 70-е годы Вступает Как бы В новый этап И наше И западное общество В этап Когда все больше И больше Значения Приобретают Продукты Интеллектуального Производства Продукты Творческого Труда От того Насколько В обществе Будут хорошо Организованы Производства Продуктов Интеллектуального Творческого Труда От этого Будет зависеть Организация В массовых Масштабах Производства Продуктов Интеллектуального Творческого Труда она требует другой социальной среды, других механизмов воспроизводства этой социальной среды. Здесь уже не получится воспроизводить просто рабочую силу, нужно непосредственно воспроизводить социальную, интеллектуальную и социальную среду. И поэтому возникает кризис, кризис системы, которая была нацелена прежде всего вот этой рыночной системой или распределительной системой, но в любом случае система, которая ориентирована на производство продуктов нетворческого труда, как базовых, и воспроизводство рабочей силы, которая способна производить вот эти наперед заданные продукты нетворческого труда. Переход к новому типу продукта, как базовому, то, что произошло, начинает происходить в 60-70, требует трансформации не только общественных отношений, трансформации системы ценностей, трансформации очень многих вещей. Поэтому кризис связан с этим. Я бы хотел задать такой общий, очень простой, но в то же время неоднозначный вопрос, как мне кажется, о том, все-таки модерн, хорошо это или плохо. Вот в самом по себе выражении, скажем, новое время уже есть определенный оценочный посыл. То есть мы привыкли к тому, что все новое априори лучше старого. Это, если не ошибаюсь, восходит еще к идеологии гуманистов эпохи Ренессанса, которые придумали понятие средневековья. Средние века как что-то вот такое темное, среднее, прошедшее, преодоленное. И вот, так сказать, на смену этому мрачному периоду наступает, наконец-то, заря нового времени. И, в принципе, эта идея, это связано с идеологией прогресса, с идеологией исторических ионов, допустим, Джамбатиста Вико и так далее. То есть, в принципе, вот эта концепция модерна, она имеет такой бэкграунд определенный, ценностный, идеологический. Но если отвлечься от всех этих предпосылок, все-таки, есть ли в модерне что-то, безусловно, хорошее? Почему мы должны стремиться, почему мы должны бороться за то, чтобы быть современным полноценным обществом эпохи модерна? И что это, как некий зрелый возраст человечества, так сказать? Но, с другой стороны, ведь в юности часто люди бывают более счастливы, чем в зрелом возрасте. Ну, вы знаете, здесь два момента. Первый момент состоит в том, что переход к состоянию модерна для общества означает появление определенных преимуществ перед другими обществами, которые этот переход не осуществили. Преимуществ в плане более эффективного, интенсивного экономического развития, преимущества в военной области, естественно, которая всегда. То есть, дает геополитические и экономические преимущества. И мы не можем остановить процесс развития. Если бы не было тех регионов, которые уже вступили в стадию модерна, может быть, мы могли бы наслаждаться средневековьем до сих пор. Но так получается, что одни страны подталкивают другие. Если страны хотят выживать в современных условиях, они должны торопиться. Потому что страны отставшие становятся не субъектами собственной модернизации, а становятся объектами, используются как средство для усиления, модернизации других регионов. Поэтому здесь... С сырьевыми придатками и так далее. С сырьевыми придатками. Собственно, в основе колониального процесса как раз и лежит использование преимуществ модернизации. Когда страны модернизированные, вот это различие исторического времени, когда, кстати, поэтому понятие новое время не подходит. Потому что в одно и то же время существуют страны современные, так называемые, да? И страны досовременные, страны, которые не осуществили эту трансформацию. Страны, осуществившие, имеют большие преимущества по эксплуатации и использованию ресурсов стран, которые не смогли осуществить эту трансформацию. То есть, скажем так, новое время – это понятие действительно универсальное для всех, а модерн – это уже характеристика определенных обществ, которые ей соответствуют. Это характеристика качества развития общества. Новое время – это характеристика эпохи, да? А вот модерн – это характеристика качества. Современное общество может в современной системе существовать несовременное общество или досовременное общество. Где-то там вообще живут дикари доисторические до сих пор. Да, но сейчас главная опасность как раз заключается в том, что тот, кто опоздал, он не просто, так сказать, ему дает возможность самостоятельно там где-то доразвиться, а в том, что он в условиях глобализации, он тут же включается в процесс разделения труда общественного, разделения продукта, что немаловажно, и отнюдь не в привилегированных условиях. В привилегированных условиях оказываются те, кто оказывается впереди. Поэтому модернизация необходима. То есть просто оставаться на обучении невозможно? Невозможно. Ты все равно оказываешься вовлеченным, просто тебя используют. Да, в другом качестве. Либо ты используешь, либо используют тебя. Все, в общем, очень жестко. Законы джунглей работают. Но почему это так? Вот здесь вторая сторона ответа на ваш вопрос, хорошо это или плохо вообще. Для ответа на этот вопрос надо понять, а что это такое, вот эпоха модерн. Что значит? Пока из того, что вы сказали, скажем так, нравственная оценка скорее отрицательная складывается. Нет. Вы знаете, любая стадия в развитии общества, что-то происходит приобретение чего-то и происходит утрата чего-то. Вот что для меня, как бы я определила эпоху модерна, вот основные базовые черты эпохи модерна, я бы определила так. Сначала я дам очень общее определение, но которое очень емкое с моей точки зрения. Для меня эпоха модерна – это эпоха эффективной структурности, эффективной структуризации общества. Что это значит? Это значит, что это такая эпоха, при которой в сфере экономики базовым типом отношений является товарно-денежное отношение, то есть структурный тип взаимодействия, когда все продукты производятся в виде товаров и в основе своей, и, так сказать, денежный структурный тип взаимодействия. В области политики это тоже эффективные структурные формы организации политического процесса. То есть это политические партии, это формальные законы. Вот тогда, когда общество организовано таким образом, когда политические партии действительно выражают чаяние тех или иных социальных слоев, когда формальные законы действительно способны, и соблюдение формальных законов действительно способно обслуживать социальные процессы, когда не нарастает, скажем, неформальная сфера жизни общества. Вот эффективная структурность в сфере политики связана с эффективной работой формальных политических институтов. И эффективная структуризация в духовной сфере. Это тоже характерная черта модерна, когда рациональный тип мышления, рационализм является достаточным основанием для того, чтобы общество не разрушалось, для того, чтобы люди находили общий язык, для того, чтобы поддерживать общественное благосостояние. Вот эпоха модерна, поэтому для меня в экономике это эпоха капитализма и эпоха доминирования товарно-денежного принципа. В политике это эпоха эффективности формальных политических институтов. И в сфере духовной это эпоха панрационализма и эффективного развития коммуникации, именно рациональной формы коммуникации как базовой. Почему переход от предмодерна к модерну открывает преимущество для тех регионов, которые осуществили этот переход? В чем преимущество модерна по сравнению с предмодерном? В чем эти преимущества? Эти преимущества связаны с тем, что в политическом плане эпоха предмодерна – это эпоха господства такого патерналистского типа отношений между обществом и властью. То есть, когда власть рассматривается и рассматривает себя, и общество рассматривает ее в качестве субъекта политического процесса, а себя общество воспринимает в качестве объекта политического процесса. Когда контроль осуществляется сверху вниз… А воспринимает ли общество себя? Или у него нет, еще не появилось самосознание полноценного общества? Нет, на самом деле это сознание может носить не современный характер, скажем, оно может носить религиозный характер, но какое-то самоощущение обязательно у общества присутствует. И вообще общество само по себе есть до эпохи модерна? Можно ли говорить об обществе в полноценном смысле слова? Да, конечно. Потому что эпоха до модерна не только знает определенные формы общественного самоощущения, но и определенные специфические формы легитимации власти, нарушение которых ведет к очень серьезным кризисам политических систем до модерна. Очень большую роль играет, конечно, религиозная составляющая власти в эпохе до модерна. И для легитимации власти большое значение имеет то, насколько существует честная связь между обществом и церковью, насколько религиозно общество, насколько церковь способна контролировать власть с точки зрения нравственных каких-то религиозных принципов. Поэтому нет, конечно, общество до модерна существует и оно обладает определенным самосознанием, оно может отказать. Вот вспомните это пушкинское, народ безмолвствует, да? Это не реакция современного общества, но это реакция общества на власть. То есть она как бы не дает, безмолвствует, не дает легитимности этой власти. Да, безусловно, прекрасная иллюстрация, действительно. Да, и поэтому государь, там своя система, государь это очень четко понимали, до каких пределов они могут дойти, до каких пределов они не могут. Церковь играла определенную роль в этом очень важную, и она не зависела в такой мере от политической власти. Поэтому эта система существовала. Но отношения между властью и обществом были таковы, что власть рассматривала и воспринималась общественность. Это было нормально, что власть контролируется Богом, а общество контролируется властью. И каждый более низкий уровень контролируется более высоким. И власть несет ответственность за общество перед Богом, перед вышестоящими инстанциями. Самый высокий – это Бог. И общество не может контролировать власть, и не должно контролировать власть. Но власть должна заботиться об обществе, и общество должно ожидать, что власть заботится. Если оно видит, что власть не заботится о нем, или власть поступает в нарушение нравственных норм, которые религиозным образом зафиксированы, общество может восстать против этой власти, не принять эту власть. Но современная форма контроля общества над властью, она, видимо, все-таки более эффективна. Вы знаете, да, она на самом деле, кризис вот этой патерналистской формы, патерналистской модели власти, при которой общество выступает как объект, он связан с общим кризисом теократического государства, с общим кризисом религиозного мироощущения, с появлением и нарастанием значений частного интереса. Вспомните, если мы возьмем, скажем, общество патерналистское, общество средневековое, да, то здесь наверху, на самом верху частный интерес не выделен. Все действия монарха, все действия лорда, допустим, феодала, все носят общественно значимый характер, и включая те действия, которые нами рассматриваются как частные, там, брак, рождение детей и так далее. Это все общественно значимые вещи. И в этом смысле, такой необходимости большой контролировать действия власти с точки зрения того, заботится ли власть об общем или она заботится о своем частном, у общества на этом этапе как бы нет, потому что эту функцию осуществляет церковь. И самое главное, что сам представитель власти, он обладает таким сознанием, он не отделяет частного от государственного. Но это, видимо, еще реликты такого феодального сознания, когда, так сказать, все подданные, они воспринимались как собственность, и он, естественно, заботился о них как о своей живой, крещенной собственности. Не просто собственность, в том-то дело, собственность это уже характеристика современного общества. А патерналистское общество, традиционное общество, оно не знало, так вот, понимая... Ну, можно здесь сказать... Как дети. Семей, да, семей, образ семьи. Да, как семья, как дети воспринималось. Как большая семья такая. Да, и поэтому здесь, ну, дети разве контролируют отца? Отец хочет им добра, отец никогда не сделает им хуже. И самое главное, что и сам отец это понимает. У него нет никаких таких вроде бы частных интересов, которые бы за счет сильного разрушения каких-то интересов других людей... Хотя, ой, как непросто складываются отношения в семьях, родителей с детьми. И вот, видимо, если этот образ проецировать на историю, на развитие общества, то тогда понятно, что кризис такого общества был неизбежен, и все-таки переход к модерну, он происходит. А вот для иллюстрации мне вспоминаются слова древнеримского философа Сенеки, философа Стоика, что желающих судьбы ведут, а нежелающих тащат. Нет. Вопрос, соответственно, состоит в том, является ли модерн какой-то исторической неизбежностью, которая наступает с неким автоматизмом, вот просто вот как бы положено, и вы попадаете в эту стадию как возраст у человека, да? Или все-таки это то, что требует приложения усилий? Каковы именно ведущие факторы модернизации? В какой сфере они находятся? Экономика, политика, культура? Что, так сказать, вот нас вталкивает в модерн в первую очередь? Вы знаете, если вспомнить вот эту фразу Сенеки, действительно, даже можно сказать, можно дать и перевод, желающие идут сами, а нежелающих судьбу влекут. Идут сами. Идут сами. И следуя вот этой фразе, можно сказать, модерн неизбежен, действительно, но форма, в которую вы войдете в модерн, зависит от того, пойдете ли вы туда сами, будете ли вы идти сами, или вас вовлекут туда в той форме, которая выгодна для других, а не для вас. Вот те страны и те государства, которые сами как бы осуществляют модернизацию в своих интересах, они получают преимущество от модерна, они становятся субъектами модернизации, причем не только своей, но и региона окружающего. А те страны, которые втягивают кто-то другой, субъектом их модернизации является другая страна, как, скажем, колониальные страны, они тоже входят в модерн в виде колонии, они тоже включаются в систему модерна. Поэтому, конечно... Ну, если говорить все-таки о самостоятельном, автономном движении, вот все-таки что здесь ключевое? Что здесь ключевое? Политика, экономика, культура, вот... Понятно. Вы знаете... Где сердцевина вот этого? Да, вы знаете, самое главное, конечно, вот чем отличается страна, которая сама осуществляет модернизацию, от страны, над которой осуществляют модернизацию. Которую тащат. Да, которую тащат и которые становятся объектом для модернизации. Для того, чтобы страна начала сама осуществлять модернизацию, для этого общество, которое живет в этой стране, которое существует, оно должно стать субъектом общественного политического процесса. Общество обязательно должно ставить такие цели для модернизации, которые ему интересны, которые будут удовлетворять его потребности. То есть нужно национализировать собственное государство, нужно, чтобы государство принадлежало обществу. А как это происходит? Что это значит? Это значит, что должны возникнуть демократические институты, через которые общество начинает использовать, не государство использует общество для реализации каких-то целей, которые ставит государство, да? А общество использует государство и институты, существующие в политической системе, в качестве инструмента для реализации тех целей, которые определяет общество. Иными словами, общество должно перехватить инициативу некую, правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Ну и какие же предпосылки, что для этого нужно? Общество же складывается из людей, очевидно, должно быть какое-то самосознание людей должно измениться, что-то должно произойти здесь, в структуре личности. Вот это очень важный вопрос, потому что, собственно, этот вопрос, который меня заставил написать, вот две мои книжки, вопрос связанный с тем, что вот удивительные вещи. Казалось, что если общество осуществит какие-то политические изменения, да, ну скажем, вот революции, да, 17-го года, вроде бы взяли власть, власть перешла формально, по крайней мере, к обществу, да, там, рабочие крестьяне. И они становятся субъектом политического процесса и начинают строить государство, использовать государство в своих интересах. Казалось бы, да, вот изменили политическую систему, вот общество стало субъектом. И тут вдруг выясняется, как же, что очень странная вещь, общество взяло власть, а люди, крестьяне, сгоняются с земли, людей загоняют в концентрационные лагеря своей же собственной, так сказать, власти в сталинскую эпоху. То есть уровень эксплуатации очень высокий, людям запрещают выражать свою точку зрения, запрещают исповедовать религиозные какие-то свои... Вот вы говорили о колониальной форме модернизации. Такое ощущение, что здесь как бы к собственному народу применяется колониальная модель, некая внутренняя колонизация. Да, и вот возникает вопрос, почему же это так происходит? Почему, скажем, в европейских странах революция, английская революция, французская революция, затем революция Германии, все-таки они породили такую систему, при которой, ну, в идеале, по крайней мере, там есть отклонение, но это отклонение. Но государство, все-таки институты государства рассматриваются как инструмент общества. И общество, контроль со стороны общества за институтами политическими является признанной нормой. А почему в России возникла такая система, вот, социалистическая система, вроде бы, уже и собственность общественная, и политические институты вроде общественные, а общество не является реальным субъектом политического процесса. С моей точки зрения, не является оно реальным субъектом даже и после приватизации, даже и после реформ 90-х годов. И сейчас, так сказать, вообще ставится вопрос, да, модернизация, но субъектом модернизации все равно должно быть не общество. В чем причина, во-первых, согласия общества на эту модель развития в России? Почему общество так легко отдает вот эту политическую и экономическую субъектность? Вот это мне нужно было понять. С этим вопросом я как раз и обратилась к истории, и я поняла, что очень большую роль формирования субъектности, политической субъектности общества играет не только политические действия, не только экономические действия, а духовная трансформация общества. Вот Запад прошел очень серьезную духовную трансформацию, которая была связана с то, что я назвала индивидуализацией веры, с трансформацией морали, когда мораль превращается в очень важный фактор внутреннего решения каждого человека. Вот эта индивидуализация морали приводит к тому, что люди начинают формировать новый тип интеграции, внутренней интеграции, не интеграция сверху, обеспеченная каким-то институтом, пусть даже церковью, или государством, или полицией, а интеграция общественного объединения, у людей формируются механизмы доверия друг к другу, без телохранителей, без, так сказать, крыш каких-то бандитских и так далее. Вот эта трансформация... Благостная идиллическая картина, Алла, и, как говорится, жаль, что только живем там не мы. Ну, с Западом все вроде более-менее разобрались. Как вот писал Петр Яковлевич Чадаев, наш первый философ, фактически, многие его рассматривают как первого самобытного такого оригинального мыслителя в России, вот в своих скорбных философических письмах, что вот мы, наша страна, такое ощущение, что мы существуем на свете только для того, чтобы служить для других примером... Ну, я своими словами пересказываю, естественно. Служить примером того, как не надо строить свою историю, как не надо жить неким таким примером исторического недоразумения. Ну, он, конечно, сгущал краски, я думаю, все-таки, но, тем не менее, действительно, у России очень непростая судьба, и мы так, вот если применять изложенную вами схему, не можем сейчас, положа руку на сердце, сказать, утверждать положительно, что мы полноправно вошли в эпоху современности, в эпоху модерна, да, то есть мы все еще где-то вот в какой-то догоняющей фазе модернизации находимся, и сколько это еще будет продолжаться, неизвестно. Но вот я так понимаю, что осмысление вот этих проблем, это то, что вас больше всего беспокоит, но вы пошли по пути довольно необычному, то есть вы пишете не о современной России, а вы пишете книги на историческую тему. Вот первая ваша книга была посвящена 17 веку, расколу, в частности, и всему, что с этим связано, вторая, так сказать, еще дальше заходит, там, вообще, вглубь веков. Вот почему так, почему такой путь осмысления вы избрали? Почему в историю? Вы знаете, дело в том, что я выяснила, что, оказывается, формирование, складывание современной системы, вот системы модерна, оно имело несколько слоев, как вот растение, цветок появляется, да, но у него есть корень, у него есть стебель, мы видим только цветок, вот готовое, да, вот это модернизированное западное общество. Вот у этого модернизированного западного общества, у нынешнего цветка были очень серьезные корни, в частности, это возникшее в эпоху Ренессанса представление о ценности отдельной человеческой личности, индивидуальности, ценности ее интересов, без появления того, что я назвала ценностью индивидуализированной личности, невозможно ни идеология, поощряющая развитие экономики, потому что если мы не признаем ценность потребностей человека, то как мы можем развивать эффективные экономические отношения? То есть индивидуализированная личность с ценностью. Индивидуализированной личностью ассоциируется и ценности прав человека, и ценности убеждений человека в сохранении, суверенитет личности, неприкосновенностью. Если нет ценности личности, то тогда архипелаг ГУЛАГ это в принципе приемлемая такая система решения экономических задач. Если есть ценность, то это... Состоит ли наша беда в том, что у нас нет ценности личности, ценности индивидуальности? Я выяснила, нет. Оказывается, у нас есть ценность. Другое дело, что у нас другой тип индивидуализации. Если на Западе самое главное в личности это ее человеческое, ее природное посустороннее проявление, то есть Бог проявляется в человеке, происходит реабилитация чувственной природы человека, его потребности, его эгоистических интересов и так далее. То у нас исторически, так сказать, другая форма реабилитации ценности человека. То, что человек способен преодолеть и подняться над зависимостью от своих каких-то физических потребностей, зависимостью от природы, над своими страхами. Способен не только к эгоизму, но и к альтруистическим отношениям, к самопожертвованию. Это для творчества, например, эта форма индивидуализации очень важна. Но у нее есть определенные недостатки, определенные ограничения, которые связаны с тем, что она очень легко может быть использована для реабилитации, реабилитации, скажем, легитимизации, ну вот такого, тоталитарного режима в том числе. Поэтому у нее есть опасности, есть плюсы, но зато она очень хорошо развивает сферу творческого труда. Вот здесь, и поэтому у нас здесь преимущество. Вторая наша проблема по сравнению с Западом была связана с тем, что второй как бы этап формирования современности был связан с формированием нового типа морали. Это индивидуализация веры, это протестантизм, это реформация на Западе, когда отношения человека с Богом становятся более интимными, более непосредственная ответственность человека за свои моральные поступки. Это очень важно тоже для формирования гражданского общества, для формирования внутренних гражданских отношений. Если нет этой трансформации морали, то, естественно, формирование вот этих внутренних связей, независимых от государства, от каких-то там полиций, от официальной церкви, они тоже не развиваются. И почему же этого нет? Вот на Западе там реформация, она принято считать так, что вот эта индивидуализация веры, которая произошла в реформации, она явилась предпосылкой последующего развития уже общественного самосознания, общественной активности и как вообще становления более активной позиции индивидуума в жизни, в общественной жизни в целом. Вот. Но как бы здесь действительно вот реформация сыграла немаловажную роль. Некоторые считают, как Макс Фебер, что это вообще решающая роль, но важную в любом случае. Почему в России этого не произошло? То есть если вот брать путь Запада, там это было так. В России вот именно этого не произошло. Здесь реформации не было. Здесь не было ни эпохи Возрождения полноценной, хотя там нехадемик Лихачев писал, что было предвозрождение, были предпосылки, но потом, так сказать, произошел какой-то сбой, и ренессанса здесь не было. То же самое с реформацией. Были какие-то реформационные движения, были определенные предпосылки, но потом как-то это было задушено. И вообще что произошло? Давайте разберемся. Вы знаете, я-то как раз думаю, что смотря что понимать, я не случайно использую термин не реформация и возрождение, а я использую термин индивидуализации личности, когда я говорю о ренессансе, и индивидуализация веры, когда я говорю о реформации. Почему я отказываюсь от использования именно термин реформации и возрождения? Потому что действительно в России не было той формы индивидуализации личности, которая имела место в европейском ренессансе. Но это не значит, что индивидуализации личности как таковой не было в России. Просто она осуществлялась в религиозных формах в силу целого ряда причин, которые я описываю в своей книге. Для меня важно, ведь для развития гражданских отношений, для модернизации не так важно, в какой форме осуществлена индивидуализация личности, в какой форме реабилитирована ценность человеческой индивидуальности. Важно, что она присутствует, эта ценность, что она реабилитирована. Вот это важно. Поэтому я показываю, что она есть, она присутствует. Вот что касается индивидуализации личности и ценности личности, есть эта ценность у нас. И наша русская литература, кстати, является самым лучшим доказательством того, что эта ценность присутствует. Она немножко другую форму имеет, другой вид, эта индивидуализация. Но она есть. И на ее базе вполне, с моей точки зрения, можно развивать и принцип прав человека, и принцип свободы совести, и даже экономические отношения. В определенном смысле. Русские старообрядцы, их экономические успехи показали, что и наша православная модель индивидуализации вполне подходит для эффективного ведения экономической деятельности. Что касается второго этапа, индивидуализации веры, я опять же говорю, что это называю не реформацией, а не реформацией. Вы сейчас говорите, что вы не называете реформацией, тем не менее, под заголовок вашей книги раскол или срыв русской реформации. Русской реформации я специально взяла в кавычки, потому что я понимала, что с одной стороны, что это вызовет естественную реакцию, ни в коем случае нельзя отождествлять раскол с реформацией. Это разные по форме, абсолютно даже, так сказать, по каким-то призывам, ну очень разные, конечно, процессы. Но в них для меня с социально-политической, социально-культурной точки зрения я увидела нечто общее. И вот это общее определяющее, очень важное, это то, что в разных формах была предпринята попытка индивидуализации веры. То есть превращение веры в факт, в большей степени факт личной жизни человека. Вот это... То есть человек осознает свою собственную ответственность перед Богом, он, так сказать, уже не просто, насколько я понял вас, руководствуется там указаниями священника, какими-то санкциями, да, а он начинает осознавать все это сам. Поэтому и в реформации там появилась потребность чтения Библии, ведь в средневековой церкви это было запрещено, не было даже переводов на понятные народу языки. Лютер переводит Библию, чтобы люди могли сами, так сказать, слово Божие читать и его интерпретировать. Появляются вот это вот собственные интерпретации, появляются новые деноминации. И вот из этого выстраивания личных, персонально-ответственных отношений с Богом рождается автономная личность. И не просто автономная личность, а рождается возможность создания непосредственных связей на уровне внутриобщественных. То есть вы доверяете другому человеку не потому, что он принадлежит к той или иной просто конфессии или там какому-то государству одному и тому же. Вы доверяете другому человеку потому, что вы знаете, что он исповедует те же самые нравственные принципы. То есть вы уверены в его нравственности. Ведь вот это доверие, которое проистекает из уже индивидуализированной нравственности, то есть даже если никто не будет за ним следить, он будет вести себя нравственно. Без этого доверия, существующего, возникающего в обществе, невозможен капитализм, невозможны экономические отношения, которые строят сами люди. Не сверху по указке, и за ними все время должны следить, да, все время их ловить за руку. А изнутри общество не может строить внутренние вот эти эффективные, некоррупционные, если хотите, отношения, если нет вот этого базового типа морали. Скажем так, действительно, для своего времени церковь была такой вот путеводительницей. Именно в лоне церкви вот это вот формировалось мораль, да, моральное сознание людей, которое потом в итоге настолько развилось, настолько стало самодостаточным, что оно уже перестало нуждаться в церкви. Потому что сейчас Запад, он, в общем, на Западе церковь это такая, ну, в общем, довольно маргинальная институция. Вот, и мы тоже, к сожалению или к счастью, не знаю, как сказать, но мы находимся уже совсем на другом этапе истории. Сейчас не 17 век. То есть вернуться туда и, так сказать, исправить эту ошибку, произвести качественную, полноценную индивидуализацию веры и морали, следом за этим, мне кажется, сейчас мы уже не можем. Что нам делать теперь, вот в той ситуации, в которой находимся мы? В ситуации секуляризации, в ситуации неудавшегося модерна. Вот в этом, в каком-то, мы как бы застряли где-то в транзите между феодализмом и модерном. В плане морального климата, в плане эволюции, нравственной эволюции общества, да. И, соответственно, в связи с этим и в плане политической трансформации. Понимаете, общество, которое не способно доверять друг другу изнутри, которое нуждается, чтобы кто-то его организовывал, государство в частности, такое общество не может поставить перед государством, например, какой-то вопрос, да, что-то не так. Вот, причем в позитивной форме, не в форме бунта бессмысленного и беспощадного, а в позитивной форме, поэтому, да. Но как бы общество страдает инфантильностью своеобразной. Да, общество страдает неспособностью к интеграции, которая связана с отсутствием внутреннего доверия. Вот это доверие и традиции доверия, традиции непредательства друг друга, да, традиции необмана друг друга, традиции. Вы правы, действительно, религиозные основания для гражданского поведения, они в определенном смысле ушли сегодня в тень. Это верно. Но они стали частью уже образа жизни, частью традиции. Если вы будете нарушать эту традицию, то просто вы будете изгоем в том обществе, где это стало частью традиции. При переходе от предмодерна к модерну, начинается, с моей точки зрения, начинается все вот с этой духовной трансформации, когда рождается новый тип религиозности, новый тип морали. Не случайно английская революция. Кто делал английскую революцию? По какому основанию люди объединялись? В Пуритании. Вот они делали английскую революцию. Они узнавали друг друга, своего в другом человеке, на основании религиозного принципа. А дальше, когда уже осуществили эту, дальше возникают новые институты. Гражданские институты рождаются, гражданские традиции. И уже у следующего общества, скажем, у французского общества, там религиозный фактор не был решающим при трансформации французской системы, политической системы, французской революции. Но заметьте, что институты и ценности, которые были провозглашены этой французской революцией, откуда они приходят? Они приходят из Англии, из Соединенных Штатов. Где? То есть происходит перевод модерна с языка религиозно-морального на язык политический. И потом уже политический он возвращается во Францию. И что интересно, все равно после того, как происходит вот такая гражданская трансформация политических институтов, во Франции возникает необходимость и в религиозном подтягивании и религиозного фактора. То есть все-таки можно импортировать какие-то институты, получается? Да, то есть можно, конечно, можно, конечно, какие-то институты, но они не то чтобы импортируются, они находятся в своем теле, в своем историческом теле, такие компоненты, которые позволяют дать свой собственный ответ на вызов современности. Наше время уже подходит к концу, поэтому я бы хотел сейчас попросить вас в конце все-таки высказать соображение с точки зрения сегодняшнего дня. Как вы думаете, что может нас спасти, куда нам плыть? Прежде всего нам нужно осознать, что модернизация, что можно выделить как бы два пласта модернизации. Первый пласт – это технологический пласт модернизации. И есть пласт социально-политической модернизации. Вот вся история модернизации, условно говоря, вестернизации России заключалась в том, что российские власти стремились импортировать технологические аспекты модернизации для того, чтобы иметь армию, для того, чтобы сохранить суверенитет государственный, противостоять другим. Но при этом максимально старались не допустить социально-политической модернизации. То есть модернизации связаны с остановлением гражданского общества, модернизации связаны с превращением общества из объектов в субъекты политики. Дело не в том, что они были какие-то особо плохие, эти власти. Просто геополитические условия России были таковы, что им это удавалось. Обществу не удалось и до сих пор, до конца не удалось осуществить процесс социально-политической модернизации. То есть формирование современной гражданской социально-политической системы, в которой общество реально может быть субъектом политического процесса. А государство функционировать как инструмент общества. Я понял. Если так резюмировать наш с вами разговор, то вывод напрашивается один. Что все-таки единственный шанс для России это все-таки формирование полноценного гражданского общества. И модернизация должна быть не только технологической, но она должна быть комплексной. Она должна быть комплексной. Она должна охватывать и культуру, и общественное гражданское самосознание. Спасибо большое, Алла Григорьевна, за этот такой страстный темпераментный разговор. Надеюсь, что наша страна все-таки не заблудится в лабиринтах модернизации и найдет свой путь. Дорогие телезрители, а вам большое спасибо за внимание. Оставайтесь с нами на телеканале Просвещения. Продолжение следует...